Всем привет, меня зовут Ксения и сегодня я вам расскажу про аналог Степан, приложение Кала или как я называю Сала, проект, в который я решила зайти на самых низах. На самом деле сейчас очень много проектов появляются, которые типа двигайся и зарабатывай, фитнес-приложения, фитнес-сайты и никто не знает, какие из них выстрелят, какие из них смогут повторить успех Степан или возможно даже превзойти. Я рассмотрела проект Викмув и, к счастью, туда не зашла. И здесь все, я уже купила себе два бокса, распаковала сегодня. Сейчас вам покажу, что у меня из них выпало и примерно, примерно посмотрим, сколько на этом можно заработать. Хоть сейчас еще никаких конкретных таблиц, ничего просто нет, но мы можем это все по аналогии Степан посчитать. Вот так выглядит их сайт, то есть тут есть типа маркет, все это фигня, но на самом деле не очень понимаю, для чего нужен этот сайт. Вот здесь вы можете увидеть, что все боксы уже распроданы, они продавались по 1,1 BNB. И на сайте Tofu NFT я купила 1,3 BNB, то есть на два бокса у меня ушло 2,4 BNB. Сейчас здесь уже не с рынка, это 2,38, то есть в теории я сегодня могла продать оба бокса и примерно в два раза навариться. Но мне это нафиг не надо, потому что я понимаю, что смогу сделать тиксы намного больше. Вообще вот этот сайт Tofu NFT, кстати, прикольный, я вам рекомендую присмотреться к нему. И когда я там покупала бокс, в русском чате люди, даже многие люди не знали, что там его можно купить. То есть на этом сайте очень часто листятся боксы до официальных продаж. Ну в смысле боксы из разных проектов. Кстати, вот он VicMove, о котором я вам говорила, ну я, возможно, сниму отдельное видео. Вот они сейчас продаются по 0,46 BNB, при том, что на предпродажах они продавались по одному, по-моему, BNB. Сначала это было 0,6, но в любом случае сейчас здесь они продаются ниже, чем они продавались на официальном сайте. Как минимум это связано с тем, что они все никак не могут выпустить приложение на iPhone. Наши же с вами сала, они начали с того, что выпустили приложение на iPhone, давали бесплатные монетки там за регистрацию по ревке, за то, за сё. И эти монетки FET обменялись сейчас на FIT. Вот эта монетка FIT, она буквально позавчера стоила 0,20 долларов. 0,20, понимаете, а до этого, по-моему, вообще 0,02. То есть она залистилась в обменнике Pancake, и посмотрите, какие X она дает. И она будет давать X, и вот эти две монеты, они по аналогии со Stepan. Вот это типа GMT, а вот это типа GST. Вот эту монетку вы будете получать за бег. Также эта монетка участвует в чеканке новых кроссовок, в прокачке уровней, в общем, всё по аналогии. Вот эту монетку типа можно будет фармить с 30 уровня. Эта монетка у нас эмиссия ограничена, то есть всего у нас есть 500 миллионов монет. Эта монетка у нас эмиссия не ограничена, то есть вы её сами создаёте и сжигаете просто на какие-то штуки. Если читать описание проекта, то тут, в принципе, всё как у Stepan. Механика заработка. Выносливость начинается с двух и с двух, и достигается максимум при 20-20. То есть по факту у вас один кроссовок даёт 10 минут ходьбы. Так, сейчас она вот здесь, по-моему, была. Вот, один кроссовок 10 минут ходьбы, три кроссовка 20 и так далее. Всё полностью по аналогии со Stepan. Также вы можете скрещивать кроссовки, но пока что нет прайсов, сколько это будет стоить. И поэтому, забегая вперёд, скажу, что на маркетплейсе сейчас неоправданно дорого. Кроссы продаются, они будут, скорее всего, выходить дешевле. В принципе, здесь даже много вам говорить не буду. Вы можете сами всё вот это вот зайти, почитать, посмотреть. Я перечитала это несколько раз и поняла, что это просто всё под Stepan сделано. Я даже сейчас, чтобы предположить, сколько я буду зарабатывать с этого проекта, я вбиваю свои данные в калькулятор Stepan. Правда, курс монетки, как вы можете увидеть, он пока в два раза поменьше, чем GST. Но, как мы помним, что было со Stepan, GST тоже был 2, 3, 4 и так далее. То есть, её сейчас не будет смысла выводить, эту монету, потому что с большой вероятностью она поползёт наверх. Но это, опять же, при удачном исходе событий, при том, что этот проект будет развиваться. Пока что они действительно движутся по своей дорожной карте. Действительно, всё идёт так, как вот они написали. И бегать уже можно будет с 24 мая. То есть, с 12 уже можно будет минтить кроссы. И здесь они вот с 12 по 24, они будут просто в геометрической прогрессии появляться. Это не финансовая рекомендация. Но если вы хотите зайти в этот проект, я вам рекомендую дождаться хотя бы 12 числа, когда уже будет понятна стоимость создания новых кроссовок, и когда, возможно, низ рынка будет чуть-чуть пониже. Но этого может не произойти, поэтому тут принимайте решение сами. Кстати, я вот у себя в телеге как раз выкладывала, что я покупаю бокс. Потом выложила, какой кросс ещё купила в степане. И вот выложила, что уже второй бокс купила. Просто у меня не всегда хватает времени записывать видео, поэтому я всё транслирую в телеграм. Если вы хотите узнавать какие-то такие штуки от меня пораньше, советую на мой канал подписаться. Ссылочка в описании. Вот, ладно, я вам хочу показать само приложение, как это всё выглядит. Вот я захожу в приложение, и мне попались вот такие вот кроссовки. Уже начала я прокачивать уровни, то есть раннер и раннер. Я на самом деле очень расстроилась, что мне раннеры выпали, потому что я бегать прям не могу. И я прошла все вот эти вот пять стадий до принятия, к тому, чтобы, блин, может быть, реально попробовать побегать на раннерах, это всего лишь 10 минут в день. Возможно, это какой-то новый челлендж для меня, потому что, блин, ну два кроссовка раннеров выпасть, это, конечно, надо настолько быть невезучей. Но я не скажу, что прям сильно плохие статистики, то есть по факту раннеры с такими статами мне будут давать такой же доход, как у меня в степане джоггеры, где статы лучше. Двенадцатого я хочу заминтить, но, опять же, это с вероятностью 85% у меня получится ещё один раннер. Вот здесь есть маркетплейс, где вы можете покупать. То есть 320 фит, у нас сейчас фит примерно 2,5 доллара, то есть 320 фит умножаем на 2,5 и получаем примерно 800-900 долларов стоят сейчас вот эти кроссы. Давайте посмотрим, минимальная цена, ну да, минимальная цена сейчас 800-900 долларов. Я бы подождала, конечно, когда они начнут минтиться, потому что это всё как-то не очень. Ну, чтобы вы понимали, мне за эти деньги 2 раннера упало, и один я смогу, например, кому-то дать бегать, на втором бегать сама, и с такой окупаемостью 1 BNB это 400, около 400 долларов. То есть если доход вырастет так же, как это было в степане, то 400 долларов на 2 кроссовках можно будет зарабатывать там за 4 дня. Вот, и в принципе всё. Тут также вы будете прокачивать эти кроссы, и также у нас вот эти вот 4 графы есть. Первый это по типу эффективности в степан, последний это по типу прочности в степан. Также у нас есть какие-то вот эти розетки, которые открываются, и сейчас вот у меня оба кроссовка, они в принципе идут на второй уровень. В общем, как-то так, я даже не знаю, что вам ещё рассказать, я просто вас уведомила о том, что вот, вышел проект, что он уже практически стартанул, что вы уже можете покупать кроссовки, что уже скоро сможете бегать, и просто присмотритесь, почитайте, присмотритесь к этим двум токенам, возможно, они дадут иксы вам хорошие, если вы не хотите бегать, может быть, это просто будет какая-то инвестиционная идея для вас. Как только можно будет бегать, я обязательно вам буду снимать обзоры, я расскажу, что из этого всего получается, но вход вышел у меня достаточно дешёвый, поэтому я считаю, что x3 минимум я смогу сделать там за месяц, там x10 за пару месяцев, если вырастут эти монетки, если их копить и так далее. Вот, вот такое малоинформативное это видео получилось, я надеюсь, что оно вам понравилось, если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал, всем хорошего настроения,